Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Почему Христос не оставил после себя письменных источников, а все основывается только на устном предании? «Утешитель же, — говорит Господь, — Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Потому что Церковь — это место, где Христос пребывает с нами в исполнении Своих слов «Я с вами во все дни до скончания века сожиду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Церковь, не отдаленная врагом нашего спасения, в которой пребывает Христос, дарует своим членам учение Христово в полноте. Духом Святым оно напоминается каждому человеку. Оно присутствует в Церкви. Поэтому в этом нет необходимости. Письменные свидетельства оставлены учениками Христовыми, теми, кто был от начала. О том, что мы видели и слышали, как говорит Иоанн Богослов, что осязали руки наши. Они об этом свидетельствуют. Апостолы засвидетельствуют. Церковь, исходя из учения, которое пребывает в ней, приняла решение о том, какие свидетельства приписываем апостолам истинные, а какие нет. А не наоборот. Вот это очень важно. Были же и еще тексты, которые тоже назывались Евангелие от Фомы, даже Евангелие от Иуды, Евангелие от Марии Магдалины, так называемая. Церковь, сравнив это с учением Святого Духа, хранительницей которого она является, сказала, что нет. Это апокрифы. Это не настоящие тексты. Они не написаны Духом Святым. Поэтому тексты, имеющиеся у нас, определяются учительством Духа Святого, который находится в церкви. Вот наоборот, не так, как во всех людских сообществах. Но слово Христа осталось. Конечно, до нас сейчас дошли только слова Христа, которые записаны в Священном Писании. Есть так называемые аграфы, то есть слова Христа, которые записаны не в Священном Писании, а, например, в самых ранних источниках церковных писателей. Ну, или вот, например, пример слова Христа, которые сохранил для нас апостол Павел. В книге Деяний, когда он проповедует в Милете эфесским пресвитерам, прощается с ними, он понимает, что их больше никогда не увидит, он говорит, учитель наш сказал, блажение отдавать, чем принимать. Вот этих слов нет, Евангелие. Они есть в книге Деяний. Есть слова, которые мы с полной уверенностью можем приписать Христу, которые сохранились, допустим, у Тертулиана, других авторов II века, III века, которые имеют тоже очень большое доверие с нашей стороны. Но все-таки самый главный для нас, конечно, корпус Священного Писания. Всего, что написано там, вполне достаточно для того, чтобы узнать волю Божию и прийти ко спасению. Вполне достаточно. Не нужно даже большего. Но мы верим, что когда-то, когда мы будем у Господа, вот это слова апостола Павла, мы познаем так же, как познанно. Сейчас, он говорит, мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Так вот еле-еле в какой-то дымке мы видим Бога и Его волю. А когда будем у Него после воскресения, мы будем знать Бога так же, как Он знает нас. Вот это удивительно совершенно обетование. То есть нам все будет открыто. Сколько можем вместить, все будет открыто. Но это будет потом. А сейчас открываем Священное Писание и узнаем волю Божию. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.